Как Бритни Спирс повлияла на предвыборную кампанию в Израиле? Кто получит доступ к американской Википедии для шпионов? И почему падение айфона отныне не беда? Об этом и не только в нашем международном обзоре. У американских шпионов появилось собственное мобильное приложение. Tierline это своеобразная Википедия, только исключительно для рыцарей плаща и кинжала. Приложение может установить каждый, но войти в систему только правительственный агент. В случае увольнения со службы доступ автоматически закрывается. Каждая десятая смерть в мире от курения. Об этом свидетельствуют последние исследования британских ученых. Они изучили данные почти из 200 стран мира за последние 20 лет. Согласно докладу, курение остается вторым фактором риска ранней смерти и инвалидности после высокого давления. Но несмотря на неоспоримые доказательства о вреде никотина, на данный момент каждый четвертый мужчина в мире – курильщик. Компания Apple запатентовала чехол, который спасает телефон в случае падения. Устройство представляет собой крышку с четырьмя выдвигающимися амортизаторами по углам. Они выполняют роль своеобразной подушки безопасности во время падения айфона. Кроме того, чехол оснащен акселерометром, который может не только зафиксировать, но и предугадать падение смартфона. Из-за концерта Бритни Спирс в Израиле перенесли выборы. Праймари с левоцентристской партией Авода проведут на день позже, 4 июля. Лейбористы опасаются, что для обеспечения безопасности на двух мероприятиях не хватит охранников. Кроме того, пробки в день концерта американской поп-дивы могут повлиять на ход выборов. Выступление Бритни Спирс пройдет в главном парке Тель-Авива «Хайеркон». Ожидают десятки тысяч зрителей со всей страны.